Идея выражается в форме. Форма диктует действие. Действие воплощается в пластике. Пластика рождает эстетику. Эстетика выливается в наслаждение, которое испытывает зритель при просмотре спектакля «Служанки» Романа Виктюка. Работаж, высокая эстетика и тонкая психология. Наверное, именно в этом и заключается гений Романа Виктюка. Тогда впервые спектакль «Служанки» вверг советского зрителя в шок, и это было первое знакомство с неповторимым стилем режиссера. На сцене воедино слились дерзость и эротизм, пластика, виртуозная игра актеров, а самое главное, невиданная до той поры зрелищность. Именно после спектакля «Служанки» Роман Григорьевич стал одним из самых известных и популярных людей страны. Сегодня спектакль «Служанки» исполняется 20 лет. Так давайте же узнаем, как зарождалась легенда. Сегодня в программе. Роман Виктюк и его трупа. Сцена и закулисье. Секреты мастерства и история успеха. Вы увидите юбилейный спектакль «Служанки» и услышите философские откровения его режиссера. Перед вами откроется театр изнутри. День добрый. Процесс не начался? Не начался. Самостоятельный, да? Ну, происходит уже все, независимо от тебя. То есть он уже сам по себе существует отдельно? Он уже знает, что над ним начнут издеваться через пару часов. Ага, то есть уже спустя такое количество времени это превратилось в некую инквизицию над самим собой? Нет, нет. Но все равно, наоборот, он, организм, научился получать удовольствие определенное от этого. Только он знает, что ему потребуется сила. И люди с ума сходят. Мне нравится это. Прям сходят с ума? Да, да, я слышу, как они кричат. Так человек в нормальном состоянии кричать не будет. Это стиль и высота слога, чистота линии. Это и есть самое священное для меня, потому что это в служанках в первую очередь видно. То есть и Соломея, и служанки – это ясность стиха. Ведь Жан Жанне в первую очередь поэт. То есть это очень жесткая, очень тяжелая история служанок, госпожи, но она написана поэтическим языком. А в интерпретации Виктюка это еще яснее, еще слышнее, что на самые болезненные темы эти девочки реагируют взрывом какой-то поэтической злости. Она не бытовая. И самое важное для меня было в служанках, что спектакль поднимается над всем, над болью, над злостью, над завистью. А это может быть только за счет очень красивого чувства. То есть даже если это смерть, она красива. А как у вас отношения трансформировались с режиссером с того момента, как вы начали с ним работать до сегодняшнего дня? Как-то менялись они? Ну, знаете, как есть стадии у любви, да? Там любовь меняется, любое чувство меняется, любые отношения меняются. То есть тот поначалу, он бог, я раб, он отец, я сын, он брат. Наши с ним отношения, они практически не изменились. Отношения при зрителях, вот оно менялось. Я помню, был такой период очень интересный, когда в Петербурге был вечер и спектакль. И после поклонов подошел человек и говорит, интересная очень картинка была в тот момент, когда вы кланялись, и Виктюк стоял на сцене. Какая-то зависть была к этому человеку, у которого такие сильные и красивые рабы. То есть был такой... Да-да-да, это, кстати, правильно, есть такое чуть-чуть. Да-да-да, то есть они сами-то по себе очень свободные существа, но когда появляется этот маленький человечек в пиджаке, они как-то как джин из бутылки. Джин может все, но хозяин лампы есть хозяин лампы. Легенда. Стали вас, стали, дождались наконец-то. Не знаю, стой здесь. Почему? Мы вас поздравляем, во-первых, Роман Григорьевич. Не, подождите, что вы не знаете? Мы поздравляем вас, Павел. Замечательные лица актеров, радостные, веселые. Они больные все. Нет, я думаю, что они не согласятся с этим. Маэстро. Зашел? Проверять грим, наверное. Роман Виктюк родился в городе Львове в 1936 году. Именно там он, будучи еще школьником, начал ставить театральные эксперименты, используя одноклассников и друзей. После чего отправился покорять столицу. И поступил в ГИТИС на актерский факультет. По окончании института Виктюк работал в театрах Львова, Киева, Твери и Вильнюса. С 1970 по 1974 год был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР. Ставил спектакли в столичных театрах. В 1988 году на сцене театра Сатирикон Роман Виктюк представил свой самый известный спектакль «Служанки» по пьесе Жанна Жене. И только в 1991 году открылся театр Романа Виктюка спектаклем-антрипризой «Батерфляй». Вечер добрый. Расскажите вас поздравить с юбилей. Меня? Да. В спектакле. А, ну это, наверное, командой еще больше. Ну, и к вам же тоже это имеет отношение. Ну, какое-то да. Мы это сегодняшний год играем. Ну и каково это было, вот, войти вот в это все... Да страшно, ужасно. Фэнтезийное представление. Ну, страшно. Случайно. А потом уже, когда просто уже ничего не осталось, например, когда уже нас просто бросали уже на репетициях, просто нас до крови убивали, уже было... Будь что будет. Живет спектакль, как организм? Либо он... Безусловно. Он очень отличается от всех остальных, что он живет свою жизнь. Непонятно. То есть ты хочешь как-то... Есть определенное, конечно, приходишь, начинаешь настраиваться, может, а с разминки или танцы. Но никогда не знаешь, как он призначился. И чтобы дальше, никогда не знаешь. Вот так даже, да? Да, да. Вот в чем его привязано. Какой-то, мне кажется, высший пилотаж актерского искусства здесь должен проявляться. Это так действительно? Либо я заблуждаюсь? Ну, здесь, конечно, нестандартные приемы используются Романова. Говоря о чем-то. А в чем заключается, чтобы... Он самих нас путал на репетиции. То есть идет немножко такая путаница. Ты не понимаешь, что произошло. Это раздражало тебя? Ну, изначально, конечно. Но когда еще не знаешь, как репетировать... То есть, нет, вроде бы здесь все ясно. Посмотрели, да, мы известно, что вот... Сектакль. Вот. Но есть момент непостижимости. Ну, если вы сравнили с художником, да, вот он на холст раз, два, три, четыре, да, вот так все перемешал, а зритель дает возможность... Попробуй разберись. Попробуй поставить на его... Правильно? Да, там если идет, конечно, то есть мазки довольно тонкие, но краски разные. Взять, к примеру, служанки. Служанки это... Изначально ты их смотришь, вот запись смотришь... Тебя потрясает форма изначально. Да, люди, да, мужчины играют женские роли, это одно, юпида, красный цвет, цвет, музыка. Тебя сначала вот это все, что есть, вот эта яркость, сначала на тебя воздействует. В дальнейшем идет момент драмы. Идет текст, идет именно драматические, когда действия, и там он тоже очень грамотно просто все смешивает. А если он сделал вам ребенка? Нет! Я никогда замолчил. Делотка. А писать это невозможно. И также актеры. Что интересно, что актеры точно такое же чувство испытывают, как зрители в зале. Порой, что... Так, а что происходит? Так, а что будет дальше? Ой, а вот это мы не ожидали. И в финале уже, когда все, пустошение полное. Что было? Вот спроси нас, пусть я скажу так. Что?